Ситуация с коронавирусной инфекцией, охватившей многие страны, по-прежнему тема номер один для средств массовой информации. Куда исчезли медицинские маски и спасут ли они от нового вируса? Материалы с такими заголовками появляются каждый день. У нас этим вопросом занималась Ольга Пырочкина. Оль, тебе слово. Да, Максим, добрый вечер. Вот у меня небольшой запас предыдущего сезона гриппа и ОРВИ, как сейчас шутят в сети, обменяю на трешку в центре Чебоксар. Но если серьезно, дефицит масок добрался и до Чуваши. Я обратилась за комментарием в одну государственную аптечную сеть. Ответ таков. Масок нет. Предлагаю послушать. Народ спрашивает, народ интересуется. У нас идет просто отказ на сегодняшний день в Москве. С 15 февраля, по данным поставщиков и производителей, в прайсах отсутствуют данные маски. И мы, к сожалению, наши заявочки на сегодняшний день не выполняются. Объясняется все тем, что производители привыкли к определенному уровню спроса и просто сейчас они не успевают за растущим ажиотажем. Но обещают, что в ближайшее время все-таки уровень спроса и предложения на самом деле выровнится. Ну а пока, в случае необходимости, Минздрав предлагает делать маски своими руками. И вот специальный мастер-класс для наших телезрителей от старшей медицинской сестры центральной городской больницы Елены Васильевой. Пожалуйста. Можно медицинские маски изготовить дома. Для этого берется марля длиной 90 сантиметров, шириной 60 сантиметров. Раскладывается. Берем вату шириной 20 на 20, кладем в середину. Складываем в три слоя. И чтобы у нас получились завязочки, нужно отрезать с двух сторон до отметки вата. Чтобы аккуратно у нас она держалась, берем иголку с ниткой и зашиваем по краям. Маску нужно носить таким образом. Сперва закрываем нос, потом рот и завязываем. Можно носить в течение 3-4 часов. Когда после использования маску стираем в теплой воде с мылом, высушиваем и проглаживаем хорошо прогретым утюгом с двух сторон. И можно уже использовать маску повторно. Максим, ты вот такую бы маску стал носить? Компрометирующий вопрос, ты знаешь, если при необходимости, возможно, бы воспользовался. Ну а вообще, хочу пожелать всем здоровья, чтобы не до масок там было. Ну я на самом деле добавлю, что на самом деле маска от вируса, она не защитит. Ее должны одевать больные люди, чтобы чихая кашель, не заражать окружающих. Также скажу, что на самом деле у меня тоже заложен нос, насморк. Не переживай ни в Италии, ни вообще в отпуске. Я уже очень давно не была. Ты знаешь, переживай только за то, чтобы ты в отпуске побывала. Все-таки в конце концов там, где хочешь. Ну и, конечно, всем нам здоровья и чтобы маски нам не понадобились.